Хайоу, ребята, с вами Фибоначчи, и мы продолжаем прохождение Иратус, Лорд оф Зе Дэд. Так, ну чё, вроде качать мне нечего, отправляемся дальше, там впереди жертвенный алтарь. Элитный отряд у нас ещё, да, и двинем вот сюда, к культистам. О, здесь у нас подрывники вонючие. Но у меня теперь есть голем, он переживёт ихний взрыв. Погнали. Так, сначала будет ходить элитный, это не очень хорошо, надо будет мне его вперёд передвинуть. Чтобы его передвинуть вперёд. Чтобы передвинуть вперёд. А, она отсюда не может. Ладно. Ладно, вешаем тогда щит-оберег. Давайте на голема. Я могу передвинуть вперёд вот этого. Сейчас. У них уклонения нету. О, попал, офига себе. Обоими выстрелами попал. А теперь сейчас, типа, никого не двигать, его вперёд. И потом будут ходить мои. Промазать шансов у меня нету. Единственное, что там копейщики будут мутить. Ну, у него, в принципе, есть промахи. Ну, давайте, чтобы побыстрее этот бой закончить, мы его вперёд передвинем. Минус два блока. Чё, они не промахиваются? Есть стойка. Первый промах пошёл. Так, есть стойка. Да можно оглушать, в принципе. Почему бы и нет? Да? Здесь вдарить. Поэтому. Он же у нас отбрасывать ничего не умеет. Ну, да. Всякие щиты. Мне, в принципе, один раз его только надо переделать, и всё. Тот сам вперёд подойдёт. Не надо. Давайте блок. Они у меня оба? Нет, вот этот-то не лечится как раз-таки. Держи баф. Ну, ладно. Двигаем вот этого. Негодяя. И всё. Этот сейчас подходит. А, да нормально. Нормально, нормально. Можно даже сделать лучше. Ещё и... А, нет. Нельзя их сейчас местами менять. Ладно, там минус точность есть. Давайте плюс уклон. Ну вот. Ну вот. Но он его всё равно не убьёт сейчас. Давай-ка ответчику. Отличная ответка. Вкладывайте в общую кучу. Минус свои. Гасим. Отличное оглушение. Всё. Не сможет он взорвать меня. А я могу при этом лечить. Минус точность. Так, скиллом ударим. И... И уклонение. Или ману. Давайте клон. Хотя там блоки были. Можно было и ману. Эээ. Он труп. И это... Результат тысячелетней эволюции. Прискорбно. Ну а чё тебе? Ну лечись. Чё ещё делать-то? Сейчас его добьём. Повесим дебавчик и добьём. Чуть-чуть не добил. Вообще прям чуть-чуть не добил. А голем-то может и промазать. Если уж на то пошло. У него с меткостью... А, 97. Нормально. Фулл хп. Быстро. С ними разобрались. Зелёная эктоплазма. Эктоплазма опять, если только душе. О, у меня и синее есть. Почему бы и нет? Один. Два. Зелёная броня. Зелёный череп. Броню сюда. А череп и кость можно сюда. Вот так. По красоте. 8. Так, либо максить хп. Инициатива. Да хрен бы с ней. Блоки обереги. Точность точно не надо. Давайте хп, может, блин, может, инициативы всё же в две прибавить хотя бы. Но это мало, ему надо до 10 её раскачивать, как минимум. Ладно, возьмём. И тут можно что-то взять. Во-первых, берём плюс 40 уклонения. Служи, хорошо. 7. Стоит? Ещё надо левел. Либо какую-то зелёную шмотку. Да, пока ничего не буду брать. Ну и инициативу тоже им надо будет. Пока максимум уклонения. Может быть, ещё какой-то предмет найдём на уклон. Так, 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 так. Кого? Ну, я всё же полагаю, лучше рыцаря смерти. Иратусу левел повышать. Тем более, я не особо помню, чё там остальные. Есть полезная дымовая шашка. Призрак нужен, да? Да я точно помню, что нужен призрак, но... Всю эту плазму я потратил. Вампиры вурдалак там вообще фигню дают, типа... Вылечить всех. После боя. Не особо оно надо. Вот, а тут немножко предметов. Получаемый урон. Ну, вещь не очень. Самое главное, это книжечка. Вот мозг. Сто процентное выпадение мозга я потом использую, когда... Посильнее мозги будут идти падать. Пятнадцатые, там, допустим, шестнадцатые. Там и можно будет это сделать. Тикарка, два копейщика и маг. Жестковато. Еще левел, да? Здесь надо уже исходить, наверное, из статов. Магическая атака, которая мне особо не понадобится. Вот это, наверное. Две инициативы и 10 шансов сбежать до конца боя. Просто две инициативы. Но тут два уклонения. Вот я вот это возьму. Покажи, что ты стоишь потраченных на тебя сил. Погнали на элитку. Сейчас маг будет сразу, да? Нет. Маг чуть попозже. Но он меня бесит. Сейчас по всем, скорее всего, будет бить. Как вариант снять блоки. Дождь из костей. Но тут шанс промаха есть. Небольшой. Не, не пах. Блин. Все опять попадает. И еще и оглушение. Жесть. Тварь оглушила. Вообще мага надо. Не копейщики хрен с ними. Блоки. Ну, давайте глушить. Дикарку оглушили. Найс. Вообще минус все блоки. Никто ни разу не промазал. На что вам 27 уклонения? Блин. Как плохо все делая. Похоже, будет братская могила. Так, вот этому он лечиться не может. Кого дальше? Копейщиков? Ну да, копейщиков. Одного хотя бы копейщика. И прибавлять уклонение. Мимо. Держи подачу. Мимо. Держи подачу. Ну что, глушим. О, минус 2. Вот это уже лучше. Так, теперь надо обереги блоги сюда. О, вот и блок помог. Дальше. 24 силы заклинаний. И это не минус маг. Это минус маг. Похоже. Блин, это не минус маг. Один хп оставили ему. С таким грохотом по скелету попадать. Знаешь ли, как будто какая-то табуретка ломается. Не знаю, что-то такое. Чисто такие кости бьются там. Там переживет. А вот сюда надо еще. Ну блин, и что на него скил использовать? Ну придется. Иначе. По всем вдарят. Уклончик. Так, дебаф есть, дебаф есть. На ней нету и не будет. Давай ману. Блин, это так надо убирать эти. Промах. Да отлично. Наглушили душу. Мельчаки. Милус один. Стасник свежих трупов. Ты давай дальше восстанавливайся. О, так. Нормально, нормально, в принципе. Как-то надо попасть. Полежи. Шевели своими смертными ножками. Да вы задолбали мазать. Ну там всего 30 шансов. У меня тоже почти 30. Они все попадают по мне. Гребаная дикарка. Промах. Сейчас она его убьет и будет опять раздамаживать сильно. Давайте вот так поступим. Все равно она его убьет. Куда, как ни крути, она его убивает. Снимает все бафы. Дебафы дает нам атаку. Ультануть, что ли? Тут раз, два, три получается. Три атаки. Да это фигня вообще. Творя. Вылечилась. Плюс еще оберег. Обереги надо поснимать все. Все, нет у нее ни блоков, ни оберегов. На, сволочь. Дебафчик тебе. Все, полностью излечились. Похоже, будет братская могила. Начинаем уничтожать эту тварь. Сейчас она может больно вдарить. Ага. Мимо. Мимо это, конечно, хорошо. Ну, а он может бить. Что ему еще делать? Цель теряет минус 10. Но у него полностью здоровье. Давайте вот так сделаем. Ну вот. По блокам оберегом, в принципе, все в порядке. Устанавливаем ману. Минус блок. Кого? Вот этого давайте подлечим. Вообще мимо. Бежать собралась. Убьешь? А, там еще. О, красиво убил. Шикарно просто убил. 21 здоровье. Похоже. До свидания. Братская могила. Изи. Элитный отряд. Просто изи. Значительно повышает шанс быть атакованным противником. Это надо на какую-нибудь тень вешать, по идее, да? Ну, вообще, это для танков прикольно. В начале боя Радс получает плюс 100 гнева. После боя предмет исчезнет. Ну вот. Это если лучницу в жертву приносить. Вот такой, по-моему, дается. Восьмой мозг выпал. О! 7 миллионов получает 2 атаки и 2 ужаса. Наконец-то, что-то, какие-то артефакты посыпались. Хоть оружие есть. Это подчеркнет мою мертвенную бледность. Так, тень. Уклонения не хватает. Значит, копим дальше. Это ничего. Все, оставляем. Мне можно на кладбище что-то построить. Я думаю, сначала я до второго левела все здания свои подниму. С маной, кстати, вообще проблем нету. Кусок от озера мертвецов можно. Или опыт. Опыт, кстати. Лич. Надо лича построить. Так, лич есть. Приносим. А, 50. Погодите, да. Ладно, тогда строим ману. Последнее здание, которое мне осталось вообще построить. Здесь нужна лучница. У меня была вторая лучница. Ну ладно. Вроде она мне больше нигде ей не пригодится. Отлично и приятно. Собирает магическую энергию и одновременно подчеркивает мое величие. А, во, вот здесь она мне пригодится. Так, у меня здесь тень уже восстановилась. Сюда душу. Не буду я черного рыцаря. Пусть лучше тени раскачиваются. И... И что у нас? Подождите, вот эта душа, она у нас с артефактом? Да елки-палки. Да. Это хорошая тень. Значит, вот эту мы закидываем туда. На раскачку. А эту надо тогда... Сменить облик. Во. Чтобы понятно было, да. Основной состав, не основной состав. Поехали дальше. Элитный палач. И этот шахтер какой-то элитный тоже. Вообще не страшно? Пророк страшно. Но хотя пророк мне тоже не страшен. Палача четыре оберега, вот это, конечно, не очень. Голем... Особо мне, наверное... А, всегда будут критические удары, он вешает. Блин, его надо убивать. Но ему надо и блоки, и обереги снимать. А их три. Это жёстко. Жёстко. Так. Минус сорок точности. Да, можно вот этому сразу. Раз он будет ходить раньше. Блин, попал дебафом. Так. Давайте. Ладно. Минус сорок точности. Теперь голему. Это оберег. Это не страшно. Ярости не хватает. Но мне надо повесить блоки. Я вот думаю на кого. Может быть на душу? Хотя ладно. Вешаем сначала на призраков. На теней верней. Призрак. Постоянно хочется назвать их призраками. Промах. Как ты по нему провазать смотришь? А, тут дебафчик. Минус 30 к точности. Ага. Так. Физурон опять в этого прилетел. Метка. И еще дебаф. О, минус 60 точности. Точность 52. Вот почему я так не могу? Тогда ему надо ману прибавлять. Раз уж он все равно не попадет. А, а можно было кстати это. Местами-то махнуться, да? И было бы мне уклонение. Ладно. Мне пока не уклонение важно. Мне надо как-то снимать блоки обереги. Перенаправление. Ну вот. Я его взял и подвел еще вперед. Больше блоков. Больше. Вот он промах. Черт. Иске лонтов дарить сейчас. Если только поголим. Шевели своими смертными ножками. Вообще могу им прибавлять инициативу. Давайте. По оберегу снимем. Самое главное в точности мне прибавлять. Вот минус 2 блока уже. Все. Уже блоков нет. Дебав. Так. Этого. Вперед лучше не. Не. Передвигать. Начинаем оглушать. Минус пророк. Есть промах. Есть промах. Отличное. Пошло дело. Так. Попрощаемся с товарищем. Вот эти надо, чтобы мазали. Чтобы тени мои снимали с них обереги. Да мне приходится это делать самостоятельно. Получаемый урон от плача увеличен. Это мне не страшно. О, это что? А, при смерти? Ладно, пофиг. Это тоже мне не страшно. Так. Вот здесь вот меняемся. А здесь оглушаем. Минус палач. На этот раз. Так мало здоровья восстанавливает. Ну, его просто их 200 почти. Плежи. Шевели своими смертными ножками. Все. Теперь пора убивать пророка. Пора убивать пророка. Эдь. Попал. И это было опасно. А, можно еще оглушать. Останется. А, я тут стойку. Стойку встал, падла. Всем кроме себя хочет нанести урон. Обереги есть. Тут уклонение, в принципе, есть. Он может со своего плача снять оберег, а голема своего вообще добить. Тогда можно как? Можно сейчас как-то грамотно разыграть. Мне надо... А, и он сейчас будет ходить. Никак я грамотно это особо не разыграю. Просто после этой стойки он опять может стойку делать. 40 точек. О, получай. Попытался что-то сделать, я не понял, что. Палач сейчас будет ходить и бить больно. Наносимый критический урон. Увеличенный 50%. Он дважды уже это бафнул. Ну, у меня всех будут... Самое главное, чтобы не критовал. Отлично. Вот он и последний оберег. Я снял. Найс. Пошло дело. Все. С ними можно заканчивать. Что, сейчас будет стойка? А, так. Ты. Ты лечись. А, блин. У души нет уже. Ладно, вот так убили. Добав у него есть. Можно было мана прибавлять. Я сейчас вторым буду ману прибавлять. У него, кстати, уже достаточно много не хватает этого. А, отсюда нельзя. Это... Это следующий сейчас ударит. Вот. От недостающего рассудка. 42. Последние удары твоего сердца. И добиваем. Изи. Уберите кровь. Да, со скелетом попроще. И цветочки поливать. Влечит базовый шанс врагов погибнуть. У меня такое было кольцо. Или не такое было. Похоже, если я их разбираю, они мне снова могут выпадать, что ли? Его однозначно разбирать. Посмотрим. У меня такое было, по-моему, колечко. Кстати, три левела. Но я хотел вроде как... Вот восемь стойкостей надо. И вообще много чего надо. О, пять уклонений. Давайте пять уклонений. Заглядь я и проклядь я. Все в моей власти. Чисто пассивка. Десять можно вкачать. Плюс десять здоровья. Так, кто-то мне написал, что ей нужно атаку качать. К чему? Атаку ей нужно качать, чтобы она стрессом наносила больше урона. Вот тут восстанавливает выбранному союзнику 16-18. И вот эти 16-18, они не зависят от урона. Поэтому восстанавливать здоровье больше она не будет. Вот, двадцать один, двадцать четыре. А дамажить в ответку будет больше. Поэтому зачем ей атака? Бить я ей не собираюсь. Хотя бы здесь 39-45, довольно хороший урон. Но набафает врага, что он на 15% будет больше урона до конца боя наносить. Не нужна ей атака. На стресс? Через стресс я тоже не играю. Стресс мне тоже не нужен. Мне важно здоровье. И инициатива, чтобы она пораньше зашла и накинула блоки. Погнали еще на один бой. Опять эти товарищи. Все повторяется, блин. Только еще два мага. Маги сейчас, кстати, могут обереги им сами поснимать. И это было бы неплохо. Если они по всем сейчас будут бить... О! Один только промах, один одно попадение. Это был не элитный, а теперь элитный. Элитный уже бьет посильнее. Блин, если они так продолжат, то это будет опасно. Ну их нафиг. Делаем им минус. Точность. Бафнулся. Так. Критический урон. От магов, кстати, тоже будет критический урон. Минус один маг. Кого? Кого же мне? Тень какую-нибудь? Ну вот этого, я думаю. Сейчас они будут ее фокусить. Возможно. Все, пора их это. Одного хотя бы. Будет братская могила. Хотя бы одного убрать. Миняемся местами. А то там палач ненароком кританет случайно так. И будет совсем нехорошо. Силу заклинаний, кстати, можно прибавить разочек. Блин, и этот стойку, что-то они прям массово решили меня уничтожать. А надо было, наверное, мне это. Жакать по всем. Они так душу могут убить. Вот в чем дело. Похоже, будет братская могила. Сейчас пророк его добьет. Кстати, снять все бафы и дебафы. Прибавить атаки. Ну нет. Сейчас будет маг ходить. Голем-то, я думаю, переживет. Ну ладно. Я за душу боюсь. Опа, отлично промах. И на пророка я никак сейчас не повешу. Кромахи. Единственное, сделать сейчас вот так. Чтобы у нее уклона побольше было. Может, она увернется. Минус последний оберег. Вот, она и вернулась. Так, этого сейчас убивать нельзя. Глупо. Никого не оглушил. Так, это дальний. Это дальний. Как же мне на этого пророка выйти? Похоже, будет братская могила. Ой. Он взял и сдох. Хех. Ну ладно. Не хотел я его убивать. Вот честно. Критически все же по нему прилетел. Нормальный такой. Опять стойка. Он не прекратит своими стойками бить. Метка. Ближи. Шевели своими смертными ногами. Минус блок. Надо оберегить все, поснимать с него. Опять душа будет в опасном положении. Надо как-нибудь ее защитить. Прибавим уклончика. Тут, кстати, тенью ульту можно поставить. Метка гарантированно критический удар. И это может быть очень опасно. Потому что он себе там набафал. И я его не оглушаю. Ух. Мимо. Ух. Это было очень опасно. Похоже, будет братская могила. Снимаем с него последний оберег. Надо тварей-то убивать. Минус точности у него есть. А, все. Прошла это. Гарантированно критический. Теперь на этого. Последний блок убрал. Но не страшно. Сейчас будем лечить. Пошла стойка. Так. Снять бы блок. Блок сняли. Тут еще дебафа нету. Что, минус? Нет, почти. Так, сейчас будет, наверное, больно. А может и не будет? Похоже, будет братская могила. Да нет, он все же доживет. Дожил, да. Так, ну и что? Тупо уклонение. Сейчас всем повысим. Махнемся местами. Может он по всем промажет. Махнемся местами. Вот так. Два попадания все же есть. Так, левел крюк. При перемещении враг получает 8 физического, 8 стрессового урона. Раньше было по 5 в предыдущих версиях. А 8 это даже неплохо. Потому что они у меня часто перемещаются. Тем более я своими тенями их перемещаю. Если бы это еще снимало блоки и обереги, было бы вообще топово просто. А может и с ним будет снимать. Пора менять душу. Вот так. Скелета сейчас, я думаю, вылечу. Кто бы там ни был, я все равно его вылечу. Три ужаса. Не надо. Пора раскачивать ярость. Две инициативы. Вот. Вот мне надо. В начале своего хода миньон восстанавливает 5% стойкости. Если иратус имеет 75 гнева и более. Вот мне что надо. И плюс 36 силы заклинаний. Ультимативные способности миньонов тратят на 10 меньше гнева. Вот когда я проходил бета-версию, когда только ввели вот это вот. Прокачивать характеристики миньонам. Вот эта штука, она не работала. Ну вернее, она как-то неправильно работала. Я не знаю, как будет сейчас. Но взять ярость, пусть инициативу получают. Мой гнев сметет смертных с лица земли. Заклинания бы тоже нужны, конечно. Вот это хотя бы. Стоит она 18. Сила заклинаний увеличивает урон. Вот. Где и как массовое что-то нужно. Что-то нужно массовое. И мне вообще много всего нужно. Крюк он... Крюк он за место этого. Две атаки, два ужаса. Это вообще ни о чем. Попробуем. Очаровательно. Как будет действовать. Так, что еще? Либо бой. Да, погнали еще на один бой. Там есть бомбер. За счет него можно этот бой сделать быстрым. Быстрым. Он же своим... Своей стойкой игнорирует блоки обереги. Что будем делать? Кого будем бить? Так, во-первых, тебя мы... Перетащим. Чуть-чуть перетащим. Дальше. Либо еще его перетаскивать. Можно, кстати, да. Чтоб побыстрее. Либо кому-нибудь меткость убрать. Копейщик сейчас будет бить почти однозначно. Давайте копейщику уберем меткость. Ну, елки-палки. Оглушение. Может, и хорошо, что я не стал перетаскивать пока что. А, он когда оглушен, он и ответку не дает, я смотрю. Кстати, можно и глушануть попробовать. Потеряют чуть-чуть стойкости. Я не думаю, что они прямо его сейчас убьют. О, минус копейщик. Отлично. Так, здесь меточка. По кому вдарить? А. Гарантированно критический урон. Все. Блоки защищают от критов. Теперь я в этом могу быть уверен. Так. Восстановление здоровья. Два промо. Все, он подошел вперед. Пусть здесь и стоит. Пророк. Еще одна метка. Как вариант. Ультануть. И ультануть вот сюда. Сейчас потому, что будем всех очень часто менять местами. Здесь пропустить ход. Здесь пропустить ход. И сейчас будем двигать бомбера. Лечись пока что. Блок оберег сюда. А, вот сволочь, смотри. Если он умрет. А он по-любому умрет, потому что он уже стойку сделал. Вот же тварь. Тупая тварь. Ты что наделал? Ну, я в принципе могу его убить. Скиллом чисто. Ну, ладно. Передвинем. Все равно этим надо точность снимать. Вот по этой бы сейчас попасть нормально. Есть. Ну, и все. Сейчас он должен. Так. 84, 112. Здоровье 170. Как-нибудь, чтобы он ее убил. О! Может убить, кстати. Было бы неплохо. Еще бы чем-нибудь вдарить. Чуточка. Не, сейчас будем снимать обереги вот с этого товарища. И, ну, да. Не убил. Блин, ну вот. Ну, ладно. Они чуть-чуть восстановились. Больше все же потратил. Тоже нельзя убивать теперь. Ладно. Но мне надо ее убивать. Ух ты. Минус точность, все два попадания. Что делаем дальше? Ну, так. Теперь уклонение. Минус блок. Да, в принципе, таким составом нормально. Но я хочу все же попробовать состав чисто две тени. И все. И больше никого. И посмотреть, что из этого выйдет. Давайте ультовать. Пусть теряет здоровье. Если он оберег себя сделает, то он его сразу потеряет. Опять же. Прикольно. И вот. При передвижении получают они урон. В принципе, оно все работает. Мне все это нравится. Прикольно. Попал. Ладно. Пусть живет пока. Вот. Минус оберег. Минус оберег. Теперь я могу вдарить вот так. Обереги у наших у всех. Вот. Разве что блоков нету. Но это не страшно. Снимем, наверное, ему стойку. Зачем же он будет делать? И еще разочек местами поменяем. Вот так неплохо убивать боссов. В лужу чисто их. Она тратит процент от здоровья. У боссов там больше тысячи здоровья. И просто его гоняешь из лужи в лужу. За один ход по несколько раз. Минус блок. Так, давайте сюда оберег. Что, мне кажется, он сейчас какую-то дичь будет творить. А, ну ладно, давайте сюда. Все, с этими тоже закончили. И как раз у нас остается не так много боев. Раз, два, три, четыре, да? И в следующей серии уже пойдем до конца этажа. Перейдем на второй этаж. Если, конечно, сможем босса победить. Их тоже чуть понерфили. Неизвестно, сильнее или слабее. Плюс на этом режиме я никогда не играл. Но продолжим, ребята, уже в следующей серии. Спасибо вам за просмотр. Спасибо за внимание. И если понравилось видео, то поддержите его лайком. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Фибоначчи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok